Я сама родилась в Баку. То, что случилось в 88 году, знаете, это как дерево. С одной почвы вынули, и в другой нужно было пустить корни. Живя в Украине, люблю Херсон. Сначала было очень тяжело. Какая девочка не мечтает стать актрисой? Я мечтала стать актрисой. Папа сказал однозначно, выбирайте место учебы в Херсоне. Набор в STEM, студенческий театр эстрадных миниатюр. Я была готова на все. Мы очень так трагически погибали. Для меня каждая ступенька университета – это родной дом. Человек, который читает, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Всем предоставить одинаковый доступ к информации. Организация этого доступа, Wi-Fi, комфортные условия. И тогда студент наш. Я не вижу в себе такого багажа. Я бы сама других послушала. Хочется еще напитаться. Антелла Артемьевна, вы уже работаете в университете сколько? 20 лет. И училась також тут? Училась. Еще 4 года. Как вы пришли до этого? До библиотеки? Именно в библиотеку? Ну давайте честно. Друзья привели. Я уже работала в школе. И так случилось. По состоянию здоровья мне нужно было найти более спокойную работу. Нет, здоровье не связано с отклонениями в психике. Вот. Ну так требовала. Профессиональная болезнь учителя. Вот. И я, придя в библиотеку, я была уверена, что я найду тут спокойную работу. В приятном окружении. Будет возможность много читать. Но скажу сразу, ни одна из этих надежд не оправдалась. Ни спокойной работы, ни чтения книг я себе позволить не могла. А на кого вы училась? Учитель русского языка и литературы. И трешки працювала? Работала и в детском саду, и в школе. И даже немножечко на кафедре современного русского языка лаборантом в свое время. А в детстве, как вы, мрела стать вчителем? Нет. В детстве я мечтала. Какая девочка не мечтает стать актрисой? Я мечтала стать актрисой. Причем я была уверена, что я буду одной из лучших. Я пела. Меня называли в детстве Зыкиной. Причем слуха не было абсолютно. У мамы абсолютный слух и очень красивый голос, неповторимый. И в роду были музыканты, и по папиной линии тоже. У меня не было. Меня все время просили с детства. Наташа, ты можешь не петь? Вот. Но я пела. Можете вы какую ситуацию сгадаете? Ну, классическая ситуация. Табуретка, застолье. Я на табуретке. И начинается. Сбиралась вся семья? Вся семья. Причем репертуар был широкий. От Зыкиной до Хазанова. Какая ваша улюбленная песня была? Ну, это была не Зыкиной. Чаще всего я пела «Ромашки сорваны, поникли люди». Ну, вот так вот. С 7 лет мне это очень нравилось. Ну, и как так судьба повернула, что вы пришли вчитесь на вчителя? Мы приехали в Херсон. Переехали в Херсон. Это был 82-й год. Мы переехали в Херсон. И папа сказал однозначно, у нас четверо детей в семье, выбирайте место учебы в Херсоне. Мы проезжали по 40 лет октября, и я увидела огромную афишу. Набор в STEM, в студенческий театр эстрадных миниатюр. И тогда, ну, так чтобы понимали, почему папа сказал это последнее слово, я выросла в кавказской семье. Я спросила у него, если ты позволишь мне быть участницей STEM-а, я поступаю в этот университет. Поэтому выбор был сделан исключительно потому, что здесь, в Херсонском государстве, тогда педагогическом институте, был набор в студенческий театр эстрадных миниатюр. А звідки взагалі ви родом? Моя историческая родина с папиной стороны, с маминой стороны, наверное, с папиной. Ван, теперь это территория Турции. С 15-го года, во время армянско-турецкой резни, вернее, турецко-армянской резни, мои предки, моя прабабушка, покинула эту территорию в связи с гонениями. Они потеряли все, что имели, потеряли самое дорогое, ребенка, и переехали, перешли, будем говорить так, в Баку, в Азербайджан. И уже в Баку родился мой дедушка и мама. И я сама родилась в Баку. Возгадайте Баку в детинстве, як вам було гуляти по вулицям Баку. Сумуйте. Вы знаете, наверное, может быть, я недавно только говорила друзьям своим, делила своими воспоминаниями о том, что уже несколько лет я могу говорить об этом без кома в горле, без боли. Но вот буквально на днях по телевизору демонстрировали фильм «Человек-амфибия». Всем известный давно, и мне казалось, что он ничего нового мне уже не даст. И тут какой-то момент, как дежаве, я понимаю, что эти улицы. И потом я прочитала, что, да, съемки городских улиц были именно в Баку. Что я вспоминаю, счастливое детство. Многонациональный город никогда, ни при каких обстоятельствах, я бы не могла подумать, что в Баку случится то, что случилось в 88-м году, и что на национальной почве будут такие страшные события. События действительно страшные. Вообще, тема геноцида, она как-то так сопровождает. И печально, что это повторяется. Вот сейчас мы, что происходит в Турции. Я не хочу уходить в политику. Но когда уничтожают людей по национальному признаку, по расовой принадлежности, ну, по каким-то, по... Ну, не обязательно даже по национальному, по убеждениям. Это самое страшное, самое дорогое – это жизнь. Никто, кроме Господа Бога, не может ее ни дать, ни взять. Люди начинают брать на себя функции, которые им не должны принадлежать. И это приводит к страшным трагедиям. Для меня лично невозврат в Баку был приговором. Я очень тяжело с этим справилась. Несмотря на то, что мы жили в огромной стране под названием Советский Союз, и Баку был столицей одной из 15 республик, и я на Украину не впервые приехала в 84-м году. Отец работал здесь, и я была знакома с бытом. Все, каждое лето мы проводили в Чернобаевке. Это яркие воспоминания, интересные люди, новый язык. Эту культуру мы привозили каждый год в Баку. И, может быть, культуру из Баку немножечко привозили сюда, в Чернобаевку. Но я была уверена, что вся моя жизнь пройдет в любимом городе детства. Но случилось, как случилось. Что для вас став, Херсон? Сначала было очень тяжело. Было очень тяжело. И, наверное, не только потому, что это был другой дом, не тот дом, в котором я выросла. Это люди другие. Нет, ни плохие, ни хорошие, ни в коем-то. Они другие. Тут мир другой. И, нет, это не другая планета. Но для того, чтобы это понять, знаете, это как дерево. С одной почвой вынули, и в другой нужно было пустить корни. И Херсонский университет, наш Херсонский государственный университет, в этом смысле сыграл знаменательную роль. Здесь были такие люди, общение с которыми давало мне силу. Я сохранила все, что я получила в Баку из любимой 47-й школы. Я сохранила это и впитывала все. Общение с такими людьми, как Рыжиков Сергей Сергеевич, Голобородько Евдокия Петровна, дай Бог ей здоровья, Виктор Павлович Ковалев, светлейшие воспоминания. И, конечно же, Олег Васильевич Мишуков. Для меня он был кумиром. Благоговейное такое к нему отношение сохранилось до сих пор. И много-много людей, много. Ольга Васильевна Левченко, мой преподаватель. Василий Николаевич Прохоренков. Надо сказать, что именно общение с такими людьми помогло мне, в общем-то, помогло мне не потеряться здесь, а вобрать в себя. И такая синергия произошла. Той культурой, в которой я выросла, и той культурой, в которой я становилась как человек. Я здесь обрела друзей, я здесь вышла замуж. Ну, вышла замуж, это вторично, я здесь встретила человека, с которым захотела провести всю жизнь. Тут родились мои дети, здесь учились мои дети. Для меня каждая ступенька университета – это родной дом. И я всегда считала, что, ну, нет, я, может быть, не дотягиваю, не может быть, я не дотягиваю, я не могу. Но так сложилось, что здесь сложилась моя и судьба, и самая успешная работа здесь. Хотя я этого уже совершенно не ожидала, и это не входило в мой план. А акторская стем-школа, как справы там шли? Я была готова на все, на любые роли. Мне там очень нравилось, в связи с тем, что у меня была не совсем обычная... Кто был керевник ваш? Олег Васильевич Мишуков. Олег Васильевич Мишуков. Как он шел, как он керевал, как вы это помятаете? Ну, я помню все, но больше всего, я помню не себя на сцене, был замечательный момент, когда Светлана, песня участницы с тема, я и Татьяна Томилина, мы очень так трагически погибали, вот это была такая трагическая роль, вот это яркое воспоминание. Но самое яркое воспоминание, это Олег Васильевич на сцене, на сцене в предложении, постановка, Коля Левченко, Николай Григорьевич Левченко, Олег Васильевич. Ну, для меня не было границ, звезда самого высокого масштаба и Олег Васильевич. Вот они стояли рядом. А Микола Левченко, яку роль виконувал? Ой, я сейчас не вспомню, одно из главных, он играл жениха, должна вспомнить, знаю фамилию, но сейчас ничего не вспомню. Вам давала его ловни роль? Это был студенческий театр эстрадных миниатюр, это как агитбригада, там не было главных ролей, но роли были всегда, причем нравилось мне все, когда я была на первом плане, когда я была не на первом плане, страх такой был перед сценой. Я помню, когда я читала стихи Цветаева, если мне не изменяет память, я выходила на сцену от страха, я не понимала, на сцену нашего актового зала, я не понимала вообще, что происходит, где я, и только потом, как из другого мира, я слышала свой голос в микрофоне. Ну, и каждый раз, как в первый раз. Ну, а потом, не, я не была главной актрисой Стэма, ну, там я не была главных ролей, а вот в спектаклях я уже не принимала участия. И сколько роков вы там провели? Три года. Три года до встречи с супругом, три года. А потом, как повернулась это? Ну, вот такое, спрашиваете, очень личное. Я имею в виду, почему я не продолжала работу в Стэме. Ну, потому что эти отношения, они эмоционально все на себя взяли. То есть, вам все выстачало? Да. А Зара, спелкуйтесь с Лидией Ивановной Нелимаренко. Да, с удовольствием к Лидии Ивановне Нелимаренко. У меня особое отношение, особое еще потому, что моя дочь была участницей студии арта, и ей это очень много дало, она с любовью вспоминает. И девочки мои, они выпускницы нашего университета, вспоминают свою юность благодаря университету, как самый яркий период. Как сейчас происходит ваше життя на вы керевнике науковой библиотеки ХДУ? Вона сейчас осуществилась, появился у нас конференц-зал, коворкинг-центр, в котором мы сейчас записываем. Дуже хорошо выглядит. И на первый план выходит интернет. Можливо, студенты уже не так приходят в библиотеку читать книжки. Ваша думка с этого поведения? Да, студенты не так читают. Вообще, мы уже давно из статуса самой читающей страны перешли в другой статус, к сожалению. Но в последнее время наблюдается повышенный интерес к чтению, если сравнивать с последним десятилетием. Это правда. Пусть читают не печатную продукцию, пусть читают онлайн, пусть читают электронные книги, но я говорю о нашем студенчестве, но возвращается к чтению. Это очень важно. Человек, который читает, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Это не моя цитата. Но я не об этом. Вот вы у меня спросили, как я себя чувствую в роли руководителя. Да, так был задан вопрос. Я вообще себя никак не предполагала в роли руководителя. И если честно, тут сплелись две вещи. Может, в хорошем смысле слова, полная авантюра с моей стороны и предложение Олега Васильевича Мишукова. Я просто не могла отказать Олегу Васильевичу Мишукову. Вот как сегодня я согласилась на это интервью, не потому, что я думаю, что у меня есть такой запас, которым я могу поделиться с нашим студенчеством. Нет. Мне очень трудно отказать. И я понимаю, что, наверное, если бы мне это не нравилось совершенно, я бы отказалась. Я имею в виду, что я не вижу в себе такого багажа. Я бы сама других послушала. Хочется еще напитаться. А Олегу Васильевичу отказать я просто не могла, поэтому согласилась. Я никогда не думала, что с моим приходом здесь будут такие изменения. Это все команда. Одна рука не хлопает. Это все команда. Думаю, что все это было нелегко. Ломать некоторые традиционные устои было очень сложно. Но я думаю, успех, если это можно назвать успехом, он однозначно основывается на традициях, на классических традициях библиотеки университета. И только благодаря тому, что мы эти традиции взяли за основу, мы смогли создать такую комфортную обстановку. Сейчас библиотеки покупают 3D-принтеры и не только. Ставят их в углу. Устраивают кружки по плетению, бисеру. Но, наверное, выживают все как могут. Может быть, это неплохо. Все-таки мы не публичная. Мы специализированная научная библиотека. И первое и самое необходимое для нас – это доступ к информации по Конституции. Мы должны всем предоставить одинаковый доступ к информации. Организация этого доступа, Wi-Fi, комфортные условия. И тогда студент наш более чем уверен. И это должно быть особенно в региональных вузах. Наши студенты должны иметь те же права, что и студенты, которые учатся в столичных вузах. Александр Спиваковский, что для вас это имя? Первое, что первое приходит на ум – это патриот университета. У меня он вызывает уважение еще как у человека, который сам себе… Я ничего не умею планировать. В основном все, что происходит – это эмоция. Я так вижу, я так хочу, как ребенок. Знаете, вижу, хочу и давайте делать. Александр Владимирович вызывает уважение своей работоспособностью. Адской. Я по-другому… Ну, может быть, для него это не адское. Я вижу со стороны. Умение видеть. И вы знаете, есть такое слово – хорошо оно или плохо – клиентаориентированность. Он понимает, что нужно современному студенту. И я ему искренне благодарна за то, что он поддержал все наши проекты. Ну, ни для кого не секрет. А Александр Владимирович, факультет физики и математики, выходит оттуда. И программирование – это все, что ему близко. И многие говорили, придет Александр Владимирович. И библиотеки, как таковой, может не быть. Есть интернет, и этого достаточно. Но, как видите, все не так. Да, видим, все не так. А с приводу библиотеки, ваша улюблена книга? А было ли это несколько, если вы не можете выделить? Нет, их много. Ну, наверное, я буду нестандартна. Я больше люблю поэзию, чем прозу. «Тургенев вешние воды», «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Я не буду здесь, наверное, оригинальна. И поэзия. Поэзия Есенина, поэзия Пушкина, поэзия Серебряного века, Пастернак и Лина Костенко. А что, возможно, студенту скажете почитать обовязково? Библию. Семь заповедей хотя бы для начала. Потом Евангелие от Иоанна. И, возможно, какие-то желания для наших студентов, чтобы учились, хорошо ходили в библиотеку, что-то такое. Я хочу, чтобы они жили в мирной стране. Чтобы никакие катаклизмы не случились. На их долю. Чтобы был мир. Чтобы страна наша крепла экономически. Чтобы здесь было молодежи хорошо. Чтобы она отсюда не уезжала. И чтобы Украина смогла сохранить свою идентичность. Это очень важно. Поверьте мне, как человеку невыросшему на своей исторической родине. Иногда это до боли. Много раз, живя в Украине, люблю Херсон. Особенно я поняла, что я его люблю. Он мне стал вторым родным городом. Когда уехали из Украины мои дети. И я понимала, как я люблю этот город, улочки, облупленные заборы по Перекопской, возле Екатерининского собора. Поэтому я очень хочу, чтобы город у нас процветал. Чтобы Украина процветала. Был мир. И она была сильной, конкурентной, экономически сильной державой, сильным государством. И чтобы люди были счастливы. Чтобы человеческая жизнь была самой главной ценностью в нашей стране.